Доброе утро! В регионе 8.00, а значит пришло время субботнего выпуска программы Вести Ульяновск в студии Елена Тимонина. И вот о чем мы вам расскажем в ближайшие 15 минут. Самый патриотичный, самый спортивный, самый профессиональный в Ульяновске определили студента года. Добиваться побед и стены родного спортклуба помогают обновленные. В новый сезон с новыми победами врываются ульяновские борцы. Недосягаемый, несравненный, удивительно глубокий концерт, посвященный 80-летию Муслима Магомаева уже вечером. А через пару минут расскажем, что подготовили музыканты для ульяновских меломанов. Сегодня на некоторое время перекроют и другие участки центра Ульяновска. В Ленинском районе на улице Минаева развернулась традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Горожане и гости областной столицы смогут приобрести здесь мясную и молочную продукцию, сезонные овощи, мед, хлебобулочные, кондитерские изделия, картофель, крупы, а также огородный инвентарь и удобрения. Планируется, что торговля будет вестись с 250 машин. Здесь также будут работать 7 точек общепита, площадки по вопросам соцзащиты, занятости и пенсионного обеспечения, а также приемные депутаты в городской думы. Здесь же будет работать и мобильный флюорограф. Автовладельцам следует учесть движение транспорта по улице Минаева на участке между Железной дивизией и Гончарова до 14 часов будет перекрыто. 11 октября 2022 года в приемной президенты Российской Федерации в Ульяновской области приемы граждан проведут исполняющие обязанности управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ульяновской области Павел Андрюшин и управляющий Ульяновским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Михаил Логинов. Справки и предварительная запись по телефону 41-12-31. Луиза Белова и Злотникова Олеся взяли гран-при в региональном этапе «Студент года-2022». Всего в региональном этапе за победу боролись 100 активных творческих и целеустремленных участников. Отбор лучших проходил в течение трех дней. Финальный день состязания в материале Марины Тимофеевой. Лучшие в медицине, архитектуре, спорте и даже патриотизме. Все они на финале конкурса «Студент года-2022». Несколько дней активной работы и вот он завершающий день. Объявление победителей. Первое место занимает Микаил Французов. Ежегодный конкурс «Студент года» на этот раз собрал сотни молодых и активных ребят из высших заведений и профессиональных образовательных организаций. За три дня все участники должны были выполнить несколько треков. Сначала самопрезентация и после решения кейсовых задач по развитию Дома молодых в Ульяновской области. Это было достаточно интересно. Мы подошли креативно. Сделали самопрезентацию в формате игры, которая называлась «Факты». Вроде как всем понравилось. В каждой номинации нашелся свой лидер. А вот гран-при забрала студентка медицинского колледжа Луиза Белова. Говорит, студент года должен быть персоной многогранной. Я и везде. Я и спортсменка, и театральным занимаюсь, и хорошо учусь. Теперь всех победителей номинации ждет заочный отбор на всероссийский этап. Опыт у нас хороший есть. Ребята у нас есть победители среди вузов. И в прошлом году научные сообщества педагогического университета заняли первое место в командной зачете. И были у нас победители ребята первое место и среди колледжей. И премьеры занимались. Поэтому традиции победы у нас есть. Ждем в этом году также от ребят обязательного успеха. Напомним, финал конкурса пройдет в Москве уже этой зимой. Накануне в российский прокат вышел фильм Антона Мегердичева «Сердце Пармы». Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова. События ленты происходят в России 15 века. Зрители увидят, как из десятилетнего княжича, испытывающего отвращение к жестокости и насилию, механ становится хитроумным и беспощадным к врагам князя. Судьбоносные перемены вносят, конечно, любовь. Эмоции первых зрителей собрал Артем Петров. Национальный эпос «Сердце Пармы» с первых секунд переносит зрителей во времена князей и язычников. В таежных землях, где шаманы приносили кровавые жертвы, князь Михан встретил ту, в которой вся красота мира и сила ведьмы лами. Ту, быть с которой ему запрещают законы. Сама не хочешь, силком заставлю. У всех на глазах! Ногую в воду загоню! Но эта любовь навсегда изменит судьбу князя и его родной Пармы. Михану предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель. С первых же минут такой захватывающий сюжет, постоянно чувство напряжения, чувство переживания за главного героя. Первые зрители уже посмотрели эпическую экшн-драму. «Сердце Пармы» заставляет задуматься о дружбе, верности и, конечно, любви. Фильм еще раз доказал известную фразу, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. Титчерц родилась обычной девочкой, но ее ждала судьба Лани, языческой богини Сорнинай. Мистика среди нас, она рядом с нами. Кто-то это видит, кто-то не видит. Кто-то оглянулся, что-то увидел, сморгнул, да нет, мне показалось. В главной героине переплелись два начала. Земная человеческая любовь к механу и колдовские чары ведьмы-оборотня, которая может превращаться в рысь и управлять силами природы. Это женщина, которая готова ради своей любви пойти на все, ради любви к своему мужчине, ради любви к своим детям. Михан, не ходи за камень, Михан, не ходи за камень, не тросни в акулу. Прошу тебя, любимый, всем, что есть, прошу тебя, людьми твоими, детьми, любовью своей. Михан, за тобой придет беда, не ходи за камень. Я думаю, она как рысь ворвется в этот бой. Сердце Парма захватывает и ведет в таинственный, воинственный, но вместе с этим близкий по духу мир. В картине пересекаются наша история, культура, ментальность и современное яркое большое кино. Почувствовать себя участником происходящего уже может каждый зритель. Его голос словно могучий набат, словно раскат грома, который пронесся на гребне 20 века. Сегодня во дворце Дружбы народов губернаторский Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Кирилла Ильина выступит с программой к 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева. В концерте прозвучат его самые известные песни. «Мелодия», «Королева красоты», «Синяя вечность», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Свадьба» и другие. Исполнит легендарные композиции один из самых ярких солистов Большого театра России Константин Сучков. Для меня это как бы не новинку вообще петь его песни, но целый концерт, конечно, вызов. Очень редко я в каком-либо концерте, сборном обычно, не пою под конец для зрителей, естественно, какие-то песни Магомаева. Потому что их все любят, все уважают. Всей простотой его исполнения скрывается какая-то, ну, что-то сложная душа, я думаю. Поэтому сколько я концертов где не слышу, все равно такого уровня никто не добивается. Это сложно, это большой вызов. Вызовом будет и вторая часть музыкального тандема солиста и оркестра. Для ульяновских зрителей «Держава» исполнит уникальные инструментальные композиции из фонда Арноба Баджаняна. Прозвучат непопулярные, малоизвестные и этим особенно ценные произведения. Это и звездная симфония, вообще первый раз, наверное, будет исполняться в Ульяновске. Это и серенада, в нашем случае для саксофона с оркестром. Я, как кларнетист, буду играть одно произведение с оркестром. Оно называется «Мое сердце в горах». Также мы первый раз, наверное, в России духовым оркестром сыграем произведение азербайджанского композитора, известнейшего композитора Фекрета Амирова. Произведение «Азербайджанское капричо». Начало концерта в 17 часов. Быстрее, выше и сильнее. Ульяновские борцы греко-римского стиля с отличным настроем встречают новый сезон. Один из залов, где занимаются спортсмены, отремонтирован. Есть и первая победа. Ну а в перспективе еще несколько турниров. Продолжит Игорь Кранцев. Железнодорожный район – территория лицея номер 11. В этом здании в свое время находились хозяйственные помещения. В 80-е годы здесь начали оборудовать спортивный зал для борцов. С тех пор серьезного ремонта в этом помещении не было, а необходимость назрела. В этом году городские власти выделили учебному заведению порядка 4 миллионов рублей. И летом 2022 года долгожданный ремонт провели. Рады и завсегдатаи клуба, и новички. Дети, родители, безусловно, заметили. У нас очень хороший отклик после ремонта. Все и удивлены, и рады, потому что спортивная инфраструктура очень долго не ремонтировалась. Отремонтировали не только зал, здесь заменили освещение, но и вспомогательные помещения, включая восстановительный центр. Для борцов это немаловажный аспект. Пока обновляли здание, воспитанники клуба продолжали тренировки и подготовку к состязаниям. Буквально на днях Кирилл Глушенков стал победителем всероссийских молодежных соревнований в спорте глухих. Соперники, естественно, сильнейшие, первенство России. И у них формировался состав сейчас в ноябре месяце, будет открытый кубок Белоруссии. В центре Ульяновска в школе имени Анатолия Винника также идет подготовка к состязаниям различного уровня. Здесь занимается порядка 400 спортсменов, от начинающих до вполне серьезных. Будут рады и новичкам. Осень традиционно время начала нового сезона. Сейчас, буквально в октябре, у нас ожидает старт нескольких соревнований. Это турнир всероссийский имени Девятаева, который пройдет в Саранске 19-21 октября. Также планируем отправить команду в нашу братскую республику. Это Беларусь. Это на серебряного призера Олимпийских игр Игоря Ханыгина. Благодаря региональной федерации спортивной борьбы в сценах школы разместили специальный баннер, посвященный землякам-героям. Цель – воспитать не только чемпионов, но и людей, по-настоящему любящих свою родину и знающих историю. Игорь Кранцев, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. 9 октября – очередной тур в первой российской футбольной лиге. Ульяновскую «Волгу» ждет гостевой поединок с командой «Краснодар-2». Этот коллектив состоит из молодых воспитанников клуба из столицы Кубани. Средний возраст соперников волжан – около 20 лет. Матч пройдет на стадионе Академии клуба «Краснодар» и начнется в воскресенье в 15 часов по ульяновскому времени. Трансляцию матча можно посмотреть в социальных сетях информационных спонсоров лиги. На сегодняшний день в активе «Волги» 6 очков. Ульяновцы пока внизу турнирной таблицы. У соперника 15 место и 11 очков. И смотрите в это воскресенье программу «Вести Ульяновск. События недели». Ее представит мой коллега Дмитрий Емельянов. Навыки огневой подготовки начали оттачивать от мобилизованные граждане. За стрельбами на полигоне в Солдатской Ташле наблюдала наша съемочная группа. Что еще входит в программу боевого слаживания? Частичная мобилизация спровоцировала свадебный бум. У кого есть особое обстоятельство, брак регистрируют в упрощенном порядке. Горячие линии и новые сервисы на госуслугах. Разъяснение по вопросам, связанным с призывом, можно получить в нескольких источниках. По железной дороге полетели орланы. Рельсовые автобусы отправились пока в двух направлениях – Димитровград и Инза. Урожай богатый, сахара хватит на всех. Завод в Цельне работает на полную мощность. Учениками были все, стать учителем может не каждый. Каких педагогов любят дети? Смотрите в 8 часов на канале «Россия-1» и в 14.00 на «Россия-24». Годовая инфлякция в Ульяновской области в августе замедлилась до 15,6%. В нашем регионе она немного выше, чем в ПФО и в России. Что происходит с ценами в стране? Что на них влияет? Мой коллега Дмитрий Емельянов обсудил это с федеральным экспертом, директором Денежно-кредитной политики Банка России Кириллом Тримасовым. Смотрите актуальное интервью сразу после нашего выпуска новостей. А на этом я с вами прощаюсь. Далее информация о погоде. Я желаю вам всего доброго и отличных вам выходных. Сегодня днем атмосферное давление будет расти. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем в Ульяновске 12-14 градусов тепла. В воскресенье в Ульяновске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный. Ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью в Ульяновске 4-6 градусов со знаком «плюс». Днем в Ульяновске воздух прогреется до 14-16 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова